доброго доброго здравия мои дорогие как я рада нашей встречи скажите пожалуйста все ли видно все ли слышно сегодня с нами хорошо как я соскучилась по нашим встречам ну чтож ну чтож вот и повод нашелся совершенно замечательный я думаю что эта книга который мы сейчас переиздали четвертый раз эта книга которая нас всех объединяет без преувеличения скажу что наверное именно основе этой первой книги которую мы издали 12 году и познали и полюбили славянские резы рода именно благодаря этой книге и труду ольги баяновой сегодня улыбаемся счастлива радуюсь нашим встречам ну что ж я хочу рассказать вам о том что мы сделали и хочу сказать что ольга баянова проделала снова огромный труд и расскажу в чем он состоит мы радуемся конечно то что эта новая книга она с нами случилось начинаем собрались все кто хотел прийти вовремя ну что ж первое что очень понятно объясняет мою радость и радость всех кто возьмет эту руку эту книгу в руки то что книга больше на тридцать шесть процентов я раньше считала что на 30 но при подготовке к нашей встрече пересчитала циферки тридцать шесть процентов вот это вот вот это книга которую три раза уже пересдавали и не в толщине дела как вы понимаете потому что здесь речь идет о том что ульги баяновой каждое слово золото еще мы видим книгу в которой еще больше тайн еще больше еще больше знаний поэтому я поздравляю вас с тем что она она получилась эта книга я надеюсь на то что даже те кто знает любит те кто обладают грамотой гадала и грамотой мастера я думаю что эта книга заслуживает ваше внимание я поздравляю поздравляю всех нас давайте посмотрим подробнее что здесь это странички которые не очень хорошо видно но главное что вот здесь вот я вам сейчас расскажу немножко что здесь книга начинается очень важно на мой взгляд я как редактор сделала предисловие о истории возникновения и развития сообщества гадамов и ворожей славянскими реза народа я написала о том что тех кто впустил в жизнь славянские реза рода становится все больше и больше люди не только постигают их через книгу и через общение через свою собственную практику но и через обучение курса глубина славянские реза рода сейчас у меня идет курс замечательных замечательных ворожей но в книге вот именно здесь самом начале я приношу письменную отдельную благодарность тем гадамам и ворожеям которые пошли еще дальше на повышенный курс мировое древо славянских реза рода я здесь вижу много моих родных поэтому эти слова вам с огромным уложением вспоминаю первых мастеров славянских реза рода именно они именно вы выпускники первой группы своими откровениями и вдохновенным совместным трудом над значениями реза рода позвольте состояться расширенным толкованием этого толковника и ваши многие имена перечислены в наши книги потому что это заслуживает великолепию вот книга где у меня список гадалов первой группы которая которая помогла сделать расширенное толкование мне было очень приятно это сделать надеюсь что вам так что вам также если говорить о том как состоит как из чего состоит наша книга в ней по-прежнему чудесная сказка и в ней есть такой раздел который называется как изучать славянские реза рода этого раздела может быть и не было в той книги в первой которая которую все знаем и любим или это было место широко 42 страницы объясняют все тонкости и все тонкости именно обряда северной сказки и о том как как надо относиться к славянским резам рода правилам безопасности и то как надо достигать здесь много упражнений которые помогают новичкам познакомиться со славянскими резами рода или восстановить связь вот это это все толкование это толкование рез и они еще не заканчиваются там заканчивается здесь 8 страниц на каждую резу и было-то удивительно много толковые подробно здесь еще больше и очень структурно все стало понятно я вам покажу потом подробнее сейчас закончу хвастаться объемом нашей книги наши с вами книги здесь еще один блок который объясняет как надо толковать расклады о том какие новые принципы открыты в этой книге который не было в прежней книге но я хочу сказать что ольга баянова считает что время пришло и время пришло уже и в книге то есть на широкую публику открыть все не все это я говорилось большинство приемов которые изучаются в курсе глубина и некоторые чуть-чуть курс тайны которые изучаются в курсе мировое древо славянской христота настало время пришло здесь расклады 17 новых раскладов 85 страниц на это это думаю что труд достойный достойно уважения и восхищения давайте посмотрим подробнее ольга баянова в этой книге обращаются прямо потворнику мы много говорили с ней о том что стиль язык этой книги он в двенадцатом году это когда это было это было так давно это было в другое время нельзя было говорить тем языком которым по-настоящему написаны сейчас книги последние книги баянов и потому что этот язык он мог показаться довольно странно согласитесь именно этот язык это древние напевные северные слова и гор он помогает понять суть славянский хрис рода поэтому эта книга она практически полностью она переписана и в общем то с первых с первых слов ольга баянова рассказывает что почему и зачем эта книга написана давайте почитаем это месте то что написано под заголовком прими на себя роль ученика книга это мной написано для того чтобы мог человек даже и далеко от нашего севера живущий ученица давнему способу вопрошания родных богов лучше было бы конечно из глаз в глаза передавать знания из рук в руки жизнь другая пошла стало ныне много других способов знаниями напитаться и книга один из самых любимых да только тут нужна и твоя воля мой потворник не удивляешься что тебя так называют так у нас кличут того кто творит след после научения наставника хорошее слово правильное и наставник коли учиться чему-то незнакомому потворником стать должен коли сидели бы рядом то день за днем и реза изучали тут рука наставника было бы определяющий а так придется тебе самому мой потворник за все свое обучение ответ держать а я уж постараюсь подоходчивее все объяснить вопросы будут да пообщаться захочется то в конце книги написано куда можно тебе постучаться ну и вы конечно знаете мои дорогие что северная сказка делает много для того чтобы общаться у нас всегда есть закрытая группа для обучения и у нас сейчас есть группа по славянским рез рода там проводятся тренинги то есть если если человек захочет с нами общаться конечно он найдет эту возможность а в книги мы показали куда куда идти мне так нравится этот певучий ольгин язык это это просто волшебно ну что ж к тому же хочу сказать что книга дополнила дополнена 15 видео тут уж я постаралась признаться записывала книги и записывала ряда записывала видео и поделилась своим опытом 10 раскладов я взяла 10 реальных ситуаций 10 складов из новой книги новых новых раскладов и подробно описала толкование то есть и рассказала как это согласовалась с реальной ситуации спрашивающим вот посмотрите в каждой книге когда вы ее получите надеюсь надеюсь так будет у вас будет вкладыш в котором будет написан ваш личный код вы заходите в свой личный кабинет и пишите этот код переписываете в окошечко и вы получаете доступ к такому объему материалов 15 видео обратите внимание что этот код он одноразовый на один раз одному человеку то есть обладатель одной книги заводит этот код один раз и получает доступ здесь вообще это это наш путь северные сказки потому что все таки мы считаем что книга плюс 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 видео это то что действительно очень хорошо организует время организует доглядность дает возможности посмотреть посмотреть не только не только не только почитать я знаю что вот в книге магия свечей мы уже это сделали и это вызывает благодарность со стороны тех кто изучает свечи теперь это это срезами и я хочу вам сейчас в течение восьми минут подарить одно из видео которое которое будет с книгой оно очень красивое и многое объясняет про резы и нераздания так и называется резы и нераздания поэтому я решила сегодня прямо сегодня вам его показать сейчас я включу видео видео и пока сделаю большой сделаю большое кошечка чтобы было видно все красиво в и в и в в в в в набор славянских резорода – вещь в себе, существующая независимо ни от чего, то, конечно, вы ошибаетесь. Но я знаю, что вы представляете, что славянские резорода основаны на традициях Северного Волхования, и это означает, что славянские резорода основаны на представлении наших предков об этом мире. Если вы не знаете и даже, скажу больше, не приняли для себя это мироздание, это эти древние истории о том, как род-творец создал наши миры посредине хаоса Уртгарта, и эти три мира – правь, явь и навь – существуют вокруг нас, если вы не примете это мироздание для себя, то вам, наверное, будет очень трудно задавать вопросы славянским резородом, и почти невозможно получать верные ответы. Эти представления о мироздании, о том, что такое воля человека, что такое воля Творца, как они сочетаются друг с другом, есть ли судьба, а есть ли предназначение. Все эти вопросы надо решить для себя прежде, чем вы делаете расклад и говорите с человеком о его прошлом, настоящем и будущем. И немаловажной частью понимания славянских резорода является понимание коллагода, понимание того, что существует четыре важнейших точки в году, точки обнуления, точки торжества рода Творца. Это тот миг, когда возможно все, и нет ничего невозможного. И человек, подходя по времени к этим коллагодным изломам Солнца, может изменить все, изменить все, что вы увидели в своем раскладе. И когда вы делаете свой расклад, вы должны очень четко отмерять, что такое прошлое, что такое настоящее ближайшее будущее, что такое грядущее дальнее будущее в вашем раскладе. Ведь именно от этого зависит то толкование, которое вы даете спрашивающему, и те советы, которые вы передаете ему от родных богов. Сейчас же нам, чтобы пользоваться резами рода, надо обсудить сначала, откуда гадал получает знания о прошлом, настоящем и будущем, и уже потом, какие временные отрезки он использовал при гадании. С непониманием этого я часто сталкиваюсь при общении с начинающими подводниками. Если рассуждать, то у кого спрашиваем? Тут понятно, у богов, потому что знаки и лики богов на резах. А куда посылаем свой волевой посыл, непонятно. Давайте разберемся вместе. Род-творец создал нашу родину в этой части бесконечной вселенной, потеснив существующий хаос. Род поддерживает порядок в противовес беспорядку. Эти две силы сошлись в вечном протестном. Род создал три мира – правь, навь и явь, которые наши вечные души обретают телесной формой для того, чтобы учиться. Между тем, когда гадал посылает вопрос, он посылает его в иные миры, попадая в некое вещее поле, о котором узнали наши предки. Межмирье, которое соединяет все миры в одно целое. Все меры безопасности, обережный круг, связаны с тем, чтобы гадал отгородился от проникновения иных миров в свое личное пространство во время своего путешествия. Все приемы гадания имеют намерение войти в особое состояние, позволяющее душе гадала войти, найти вещи боли и вернуться обратно в саду. С этим как раз таки связано понимание, что есть прошлое, настоящее, которое мы зовем ближайшим будущим, и грядущее, которое иначе мы зовем дальним будущим. Вещи боли, которые попадают в гадал во время обряда, их не существует. Но гадалам надо вернуться в наш явный мир, получая понимание, какие ответы были получены относительно прошлого, настоящего, какие относительно грядущего. И путеводной нитью гадала является его твердое представление о времени, о котором мы решаем. В раскладах книги ярственно обозначен миг гадания, прошлое то, что позади, будущее то, что впереди. Вроде как понятно, но вы никогда не сможете понять ответ рез, если вы не будете осознавать границы прошлого, ближайшего, будущего и грядущего. Не принимать во внимание точки солнечных узлов. По сути дела, когда вы делаете склад, то по умолчанию вы получаете ответ о настоящем, ближайшем будущем. Вот от времени таком вы сняли обережный круг. Время до ближайшего солнечного взлома, то есть время настоящего, ближайшего будущего, о котором вы получаете ответ о раскладах. Грядущее, которое видится нам через силовую завесу ближайшего солнечного взлома, мы видим, можем присмотреть на этот год вперед, и знания, которые мы получаем о грядущем, гораздо более туманны. Конечно, есть и прошлое. Мы оглядываемся назад. Прошлое начинается от, если оглядываться назад, то от того момента, когда вы начали делать обережный круг, через один солнечный взлом до предыдущего. Таким образом, получается, что мы, коллагодный круг, весь можем посмотреть прошлое, ближайшее будущее и грядущее. Некоторые меня спрашивают о славянских резах рода. Таким образом, неужели вы думаете, что славянские резы рода могут дать предсказания только в пределах круга? Я обычно отвечаю так. Нет. Славянские резы рода – это мощнейший инструмент, который может дать предсказания на семь колен назад, на семь колен вперед. Но кому они могут ответить таким образом? Они могут ответить Гадалу или Ворожею, которые понимают связь славянских рез с рода с мировым древом. Это более высокий уровень понимания славянских рез вообще, о котором мы пишем во второй книге «Что знают люди». И в то же время это вопрос силы самого Гадалу или Ворожея, его или ее связи с родными богами, проработанному каналу и опыту, и навыкам. Я предупреждаю вас, что расклады и приемы толкования, которые используются и описаны в книге «Что знают боги», они дают предсказания в пределах года. Но поверьте мне, и вы сами наверняка убедитесь в этом, что это удивительные по своей ясности предсказания, которые удивляют окружающих своим свиньям. Поэтому мой совет такой. Научитесь делать предсказания в пределах года, учитесь, постигайте, общайтесь с родными богами, изучайте фологию их жизнеописания, изучайте дальше, учитесь вместе с наставниками, и тогда сможете делать предсказания на больший период. Причем не абы какие, а именно верные. Таким образом, я обращаю ваше внимание, что вы обращаетесь к богам, вы идете мыслью, мыслью, вещь и поле, которое является соединением трех миров, созданных родом, и вы, получая ответы, раскладываете их на прошлое, на настоящее и будущее, на благо. Помимо этого есть описание обрядов и, конечно, толкование раскладов. Я не смогу вам сегодня показать толкование раскладов, потому что каждая из них занимает по полчаса. Я думаю, что это, наверное, сейчас нам не нужно, потому что есть еще что мне сказать вам о новой книге. Добавлены скрытые ранние принципы толкования. Это я уже говорила несколько раз. Теперь правила, ранее изучавшиеся на закрытых курсах, доступны в этой книге. Вы уже посмотрели, что я рассказываю о временных перспективах гадания, зависящих от солнечных изломов видео, и это есть в книге. Также учет влияния Божьего проведения, воли и рока на прошлое, настоящее, грядущее, спрашивающего. Но для тех, кто в теме, я говорю о том, что это реза. Такое реза действа, которые определяют вот эти важные вещи. Принцип перемен, позволяющий определять, шел ли спрашивающий по дороге правил или удалялся от него в прошлом. И какой путь он, скорее всего, выберет настоящий. То есть уже здесь в этой книге Ольга Баянова рассказывает о том, что правая дорога – это дорога, в которой человек весел, счастлив, совершает правильные поступки, оттого его жизнь становится лучше. И есть неправая дорога, где он все делает не так, он отдаляется от правой дороги. И неправая дорога, конечно, она сопровождается потерями, болезнями, сомнениями, неудачами. И мы это видим по раскладам, уже по тем, которые есть в книге «Что знают Боги». «Гадал» или «Ворожея», пользуясь этой книгой, приобретает удивительную проницательность, на мой взгляд. Также здесь же, в книге, и этого не было тоже раньше, понимание того, какие уроки спрашивающие получат в обозримом периоде. Телесные, духовные или в целом по всем составляющим это влияние богов, которые мы тоже делим на милосердные, трудолюбцы, стихийные, свободолюбивые и ясновидящие. Все это уже в этой книге. Изменено толкование. И это очень большая наша победа, я бы сказала, и даже, я бы сказала, общая победа, потому что, когда мы стали работать с людьми, мы стали сталкиваться с тем, что я и наставники нашего училища стали сталкиваться с тем, что очень плохо перетолковывают на прошлое, на будущее. То есть вроде это было понятно при составлении первого толковника, но сейчас это станет гораздо более приятным процессом и вдохновляющим, я бы сказала так. Сейчас я хочу попросить вас назвать мне несколько рез и я прочитаю из толковника, что именно мы можем теперь узнать про эту резьбу. Макош и Велес, Верива и Перун и Дивия. Ах, сколько все, все важных, нужных. Давайте я прочитаю про Велеса, любимого многими. Что мы теперь знаем о Велесе? Мы знаем о том, что... Ну, это я просто читаю то, что написано в книге. Я не буду все 8 страниц считать, но изменения в толковнике. Мы читаем, что это Велес, бог мудрости и магии, сын рода, бог творец, бог трех миров. Здесь же добавлено предопределение, которое несет реза, ко всем резам это добавлено, в том числе к резине Велеса. Предопределение. Разумность жизни и смерти. Создает действо и заботится о разуме. Значение нам совершенно знакомое и родное. Неожиданные перемены. А теперь посмотрите, как изменено толкование реза. Разделено по временам. Причины появления в прошлом. Мы, благодаря принципу перемен, который рассказан в книге, теперь можем по раскладу очень точно понять, была ли в прошлом правая дорога, правильная и неправая дорога, неверная. Прошлое уже состоялось, поэтому мы просто из толковника выбираем какое-то одно из толкований. Например, в прошлом. Спрашивающий преодолел гнев после появления неожиданных препятствий, не позволил чувствам взять верх над разумом, нашел гибкое решение обстановки, которое устроило всех, проявил силу и гибкость, действуя по своему личному разумению, а не чужим подсказкам. Он шел по дороге правильный. Или, напротив, мы можем в толковнике прочитать, если мы понимаем, что дорога была неправая, мы можем прочитать вот что. Спрашивающий бился в стену, не желая обдумать иные способы преодоления препятствий, гневался и чувствовал себя связанным по рукам и ногам. Добавлена очень важная часть, на мой взгляд, которая называется события, которые могли происходить в прошлом или будут происходить в настоящем, ближайшем будущем. Счастливые события, новые книги о магии, внезапные решения, отдых на природе, помощь другим людям, переезд, смена работы, приятное путешествие. Несчастливые события, разбитая посуда, взятые тяжелые обязательства, болезни, возможно, связанные с ногами. Какие именно события, счастливые или несчастные, подскажут вам резы покоя или действия следующего времени. Теперь, если мы смотрим на резу Велеса в будущем, в ближайшем будущем, то мы тоже видим причины появления в ближайшем будущем. Как причины, связанные с правой дорогой, так и с неправильной дорогой. Причина появления реза Велеса или гневаться перед лицом препятствий, проявлять упрямство и нежелание искать новые творческие способы решения проблемы, удаления от дороги правил. Или воспринять жизненные перемены и препятствия, как желанные, дающие возможность узнать о себе много нового и попробовать новые способы решения. Дороги правил. Выбор за спрашивающим. И также, если преобладает реза Велеса, здесь даны некоторые указания. В это время большая свобода выбора, чаяния спрашивающего, его поступки могут сильно повлиять на замысл богов отношениями к нему. Его ближайшее будущее гораздо труднее предсказать. Его выбор зависит во многом от него самого. Коль в грядущем видно преобладание реза Велеса, выбор спрашивающего будет вероятно правильным. Вот так вот тонко и проникновенно уже описаны причины появления реза в прошлом и ближайшем будущем. В книге выделена такая часть. Зачем эти испытания? Вызов и указания. Я не буду читать. В общем-то, кто знает, тот знает. Доброе влияние реза на настоящее и ближайшее будущее по вопросам общей ситуации, здоровья, взаимоотношений, деловых вопросов. Тоже мы видим. И мы видим причины появления в грядущем. Если нам ответила реза боговедеса в грядущем, то мы читаем следующее. Коли в ближайшем будущем спрашивающий пойдет по дороге праве, то в грядущем спрашивающему предстоят перемены в жизни, открытие новых глубинных способностей, неожиданные стороны характера. Подробнее смотри, жизненописание и веды. И что очень, мне кажется, знаково, в этом толковнике выделен совет богов, божья мудрость, напутная, так называется. Совет для настоящего, предостережение для настоящего и утешение для грядущего. Конечно, я здесь вижу мифологическое описание, конечно, я здесь вижу веды. Конечно, те, кто умеет перетолковывать резы, вы, надеюсь, ничего нового от меня не услыхали, но те, кто хотел бы точнее проникать в предсказание резы и точно понимать то, что обозначает на прошлом, на настоящем, что обозначает реза, когда она дает совет, для стережения, утешения, что обозначает, зачем нужны эти испытания, если нам реза, верится, показывает себя в раскладе. Вот это, согласитесь, мои дорогие, достаточно большое изменение, благотворную сторону, которая поможет людям правильно толковать резы. Я, конечно, прошу прощения, что я выбрала только Велеса. Наверное, мне не хватит времени сейчас говорить о всех летах богов, которые вы назвали. Но поверьте, они столь же подробно описаны и столь же ясно всё становится понятно. По восемь страниц на каждую резу. Это может показаться слишком много, но это очень удобный рабочий инструмент, когда вы знаете, что книга-толковник – это та книга, которой мы пользуемся для толкования, это в традиции, мы не обязаны это знать наизусть, и даже это совершенно нам мешает. А именно хорошая работа с толковником экономит нам время для перетолкования, и мы тогда можем наше внимание уделить именно связи и измечениям. «Весь в раскладе». Благодарю вас за ваши отклики. Я тоже очень радуюсь. Новые расклады, которые в книге, что тоже очень важно, это тоже сейчас можно. Они приведены в соответствии с мировым древом. Ну, многие из вас, мои дорогие, конечно же, владеют и пользуются книгой «Что знают люди», где описана система славянских резродов, приведена с мировым древом, и все числа, которыми владеют резы, они выстроены в одну удивительную живую структуру. И вы знаете, что именно расклады славянских резродов, они повторяют структуру мирового древа, этой оси мироздания. Как знали наши предки, в общем-то и люди знают, что существует такое древо, ось мироздания. И мы, те, кто пользовался книгой «Что знают боги» в ее прежнем пересдании, знаем, что расклады, которые были в книге, они требовали, скажем так, с одной стороны размышления, а с другой стороны были достаточно такими, ну, как это сказать, я бы сказала так, обыденными. В том плане, что с ними очень легко было научиться и достигать результатов новичку. Но так как сейчас, потому что наш любимый новичок, теперь он узнает в книге систему, которая позволяет ему понимать расположение рез, теперь он сможет понимать расклады, которые сделаны в соответствии с мировым древом. Причем я вам хочу сказать, что это другие расклады. Это прекрасное дополнение тех раскладов, которые есть в древе. Вот посмотрите, я вам здесь показываю страничку. Вот один из раскладов. То есть здесь выделен миг гадания, что очень важно. Здесь прошлое, настоящее, грядущее, темненькие и советы. В этой книге почти нет раскладов из одиннадцати рез. Все-таки это первая ступень, очень важная, но расклады замечательные. Я об этом в видеоприложениях много говорю. Например, вот такой расклад, где здесь прошлое, где настоящее рассмотрено подробно, где грядущее дает представление о том, что есть настоящее, и дано много советов. То есть это очень хороший расклад для спрашивающего Тарапышки, которому надо знать сейчас-сейчас, вот прямо-прямо. Вот это то, что есть. Поэтому расклады замечательные, они проработаны. Часть раскладов на обстановку объясняются примерами в книге. И остальные расклады, десять раскладов, они написаны в книге, приведены схемы, рассказаны, какие вопросы здесь надо задавать, куда смотреть ответы. Но примеры я рассказываю в видео. Примерно по полчаса на каждый расклад, если у вас хватит терпения. Вот примерно так. Да, я думаю, что это хорошие расклады, и очень хорошо они пойдут. Сразу хочу предупредить вас, что в этой книге заменена обложка. Она по-прежнему имеет знакомую нам, любимую суперобложку. Но те, кто знает, что за этой книге такая ровно коричневая обложка, я думаю, что вы падаетесь, потому что под этой суперобложкой мы увидим тканевую. Наконец, мы сменили типографию, и у нас теперь появилась возможность сделать тканевую. Она такая приятная, шероховатая обложечка, потому что я, например, лично снимаю суперобложку в книгах, которыми я пользуюсь. Она не всегда удобная. У меня книжки всегда голенькие. И, наконец, получилось так. Вот видите, я держу книгу без суперобложки. Вот она такая есть. Сама по себе. Очень приятная на ощупь. Для любителей совершенства я также хочу сказать, что, наконец, мне удалось добиться, чтобы вот эта ткань и нитки, которые соединяют тетради, были чёрного цвета. Мы движемся к совершенству, конечно, мои дорогие. Надеюсь, что наша лучшая книга ещё впереди. Но это очень радует. Что мы ещё сделали? Кроме этого, мы сделали наборы. Наборы, которые, в общем-то, очень пригождаются тем, кто будет делать обряды на этой книге. Это плат, свечи, верча и резы стихий соляные. Плат мы сделали большой. Я знаю, что почти у каждого есть наш плат, который мы отдавали раньше. Он был 30 сантиметров. Немножко маловато для раскладов. Этот плат 50 на 50 сделан из той же прекрасной белой ткани. вышит коники, чародельный знак, который несёт весь богам. Поэтому вот этот набор, я думаю, что поможет людям сразу получить необходимые инструменты. Поэтому я хочу сказать, что книга, наша замечательная, книгу сфотографированная, она доступна в продаже. Приходите. Вот вы попадаете в раздел книги и сразу на первой страничке вы получаете эту книгу. И, конечно, я понимаю, что многие мои любимые мастера захотят эту книгу. И поэтому у нас есть возможность. Там торговое предложение. Смотрите внимательно. То есть те, кто приступает к этой книге в первый раз, он получает эту книгу с набором рез. А для тех, у кого есть резы, то стоимость, то книга на 200 рублей можно получить дешевле. Вот так вот. Да, действительно так. И для того, чтобы... Я думаю, что вопросов у вас, наверное, нет. Или есть вопросы? Есть ли у вас вопросы? Скажите, пожалуйста. Может быть, что-то... Что-то вы хотите у меня спросить? Подожду ваших вопросов. Что-то я всё говорю, говорю. Вот. Ну и, в общем-то, на презентацию книги почему-то так сложилось. И я знаю, что многим приятно чтение сказки. Чтение сказки. И я подготовила вам видео. Мы тут старались, записывали. За чьи сказки? За главные сказки, что знают боги? То, с чего начиналось? То, почему, почему легенда, почему род решил дать людям резы? Конечно же, с подачей хитроумного Велеса. Сейчас, с вашего разрешения, 12 минут сказки. Северной сказки. Сейчас сделаю побольше. Я знала, я знала, что вам понравится. Марина, богиня зимы и смерти, скучала. Из своего зимнего дворца она видела засыпанные снегом по самой крыше избы. Только из некоторых труп тонкой стройкой вилкса слабый домок. И снег искрился и переливался, отражая холодное сияние ночного светила. Что он принесет людям, которые с карачуна находятся в снежном вену? Но для богини зимы и смерти приятнее не было картины. Она, глядя из своего сверкающего ледяного замка на притихшую явь, злорадно усмехалась. Сладкого вечного сна! Не дождаться вам, Ярилы! Не придется вам, Лелю, богиня весны, выкликать. Все вы к этому времени вновь переселитесь. Только я, Марина, буду разгуливать по всей яви, да застелать все пути дороги ледяной поземкой. Но тут взгляд Марины привлекло нечто новое. Как же он ухитрился вылезти? Да почему жив еще? Удивилась Марина. За гроба-то все двери плотно держит. А, самострел там у него. Где-то тут недалеко медведь Шатун. Устрою-ка я вам встречу. Вот потеха будет голодный медведь и голодный парень. Будет о чем поговорить друг с дружкой. Погляд ходко бежал на лыжах, зорко поглядывал по сторонам. Лес вместе с его обитателями застыл в ожидании чего-то лучшего. Да, думал Погляд. Боги забыли-то про нас. Не скоро еще ирили на встреча, а до этого времени снег не растает. Скотина падет от бескормицы, а люди холода. И я, коли не подстрелю, хоть ворону вряд ли вернусь назад. Сил не хватит. И полной неожиданностью было, когда он, обогнув вековую сосну, выскочил на полянку, да и столкнулся нос к носу с громадным медведем. Вот те раз, живность да не та, пронеслось в голове. Так и стояли они несколько мгновений, не спуская глаз друг с друга. Что думал в этот миг медведь, Погляд узнал немного позже. А пока его зоркий взгляд уловил, что медведь худой, шерсть висит клочками, глаза слезятся. Эх, ему бедолаги еще хуже, чем мне. И, недолго думая, он полез в мешок, где хранился последний кусочек свиного сала, взятого им на случай неудачной охоты. Медведь стоял, выжидая. Погляд достал сало, с сожалением оглядел его, проглотил слюну, кинул его в ноги к медведю. Тот обнюхал сало, глянул на парня, захватил сало лапами и неожиданно спросил низким голосом. А хлеб есть? Погляд чуть не свалился в снег от неожиданности, но ответил. Нет, хлеба нет, давно не пекли. Ну, а нож-то хоть есть? Продолжал допытываться медведь шатун. Нож есть. Так же машинально ответил ему парень. Ну, так порежь, не откусывать же от куска. Все еще пребывая в странном ощущении, что ему снится сон, погляд подошел к медведю, взял из лап сало и, прислонившись к стволу сосны, порезал сало ломтиками. Медведь удобно присел на задние лапы, повернулся к погляду. Ну, чего ждешь? Присоединяйся. И добавил? Эх, кабы знать доведать, где еще пообедать. Это шутка, неожиданно прояснила все. Да, это же сам Велес, бог трех миров, любит же он в лечении медведя разгуливать. Ну, допер наконец, а я уж начал думать, что тебе от страха последний ум отшибло. Отшибет тут, нечасто с медведем разговаривать приходится, а уж с Велесом тем более буркнул. Конец смущенный погляд. А ты чего тут в лесу-то? Как бы, между прочим, поинтересовался Велес, жуя ароматное, подкопченное сальто. Да не выдержал я больше в избе сидеть, сказал, как полыхнул парень и дерзко в ответ сам задал вопрос. А вот ты тоже по лесу бродишь, как шатун. С чего бы? Велес ответил очень серьезно. Понимаешь, парень, я отвечаю за всех, кто живет в этом лесу, а тут лес затих. Вот я и отправился сам проверить, что да почему тут. А Витта, зачем такой облезлый? Принял. Не отставал в погляд. Ну так, соответствовать. Туманно ответил Велес и перевел разговор. Ну, а ты-то все ж, почему в лесу-то? Клину мы все там снежном, избы завалило, по самые трубы, в амбар за снедью не добраться, лес за дровами и сеном и думать нечего. Все, что в клетии было, дрова, продукты какие, корм для скотины, закончилось. Тишина, который день, умирали все, наверное, печально закончил он. А что мужики-то ваши? Вот ты ж как-то выбрался. А все мужики, как в поле работы закончили, на заработки отправились за солью. Обещали к коледе вернуться, да видать, тоже где-то в снегу застряли. В деревне только женки с ребятами. Из парней я, самый старший. Я-то пришел просто проверить, как дела. А потом слышу заклинания, кто-то нашептывает на медведя шатуна. Вот я и пошел. И правда, выскакиваешь тут, ты самостоял, на медведя в одиночку-то не ходят. Явно, что-то тут не то. Стал ждать, что дальше. Ну, а дальше сам знаешь. Кому-то очень хотелось, чтобы мы встретились. И я даже знаю, кому. И он замолчал, что-то обдумывая. Молчал и погляд. И разочарованная Марена отправилась в наф искать сочувствие у своего супруга, чернобога-повелителя, Нави. А Велис что-то обдумал, потом улыбнулся. Ну что ж, счастлив медведь, что не попался стрелку. И счастлив стрелок, что не попался медведю. Начнем действовать. И он посвистел особенным образом. В соседней еле тотчас осыпался снег. Она встряхнулась, как намокшая собака, и превратилась в могучего мужика в темно-зеленой одежде и шишками вместо пуговиц. Мужик сделал пару шагов, остановился и кивнул, здороваясь. Здравия тебе, Велис! И ты здрав будет, дядька Леший. Вот-ка, познакомься с нашим гостем. Познакомься, это погляд. А это погляд хозяин здешнего леса, Леший. Будь здрав, дяденька Леший, вежливо поздоровался парень. Тот в ответ кивнул. Да знаю я его. Он, считай, вырос-то в лесу. Любит зверем наблюдать, по траву никогда не делает, а охотится только по необходимости для еды. Наш парень. Бог продолжил разговор. Просить хорса, чтобы оттепель устроил, нет, нельзя. Тут же сам себе возразил, бог мудрости. Вредно для всех, не время для оттепели. Придется к стрибову, богу ветра обратиться. Дома у себя побольше воды накипит. Да вот траву, что тебе сейчас дядька Леший даст. Напарь. Ну-ну-ну, не хмурься, дядька Леший. Не будь, как собака на сене. Сама не ест, и скотине не дает. Помочь людям надо. Ну, мало ли, для чего нужно-то. Да и для чего. Недовольно пробурчал Леший, но полез за пазуху, достал кисет, стянутый шнурком, и протянул погляду. Все, пошел я. Всем добра и здравия. Ель тихо качнулась, и снова все стало, как прежде. Нет, подумал погляд, как прежде уже ничего не будет. Это ты верно. Отозвался Велес, все еще в лечении медведя. Ты вот что мне скажи, погляд. Вели никто не знал, что зима будет такая лютая. Кто не поинтересовался, хотя бы у волков, в будущем, в предыдущем. Я-то знал, поэтому и клеть набил дровами. А в хлев прямо из сеней дверь проделал. Только козу одну оставил, она мало ест. Всем говорил, отцу говорил, только отмахивались. А волхва у нас нигде поблизости нет. Вот так и получилось. А ты-то сам откуда знал? Заинтересовался был. А по зверью. Зайцы по осени очень жирные были, а это к лютым холодам. Листья с берез рано отлетели, и птицы следом за листопадом на крыло поднялись. Это к крутой зиме. А лето было дождливое, значит, зима будет снежная. Мыши в норке все подряд все тащили. Белка свое гнездо мхом доведками рано затыкать стала. Людям так же делать надо было. А кто тебе это подсказал-то? А никто. Хожу, подглядываю, запоминаю. Но они слушают, смеются. Говорят, будущее только о Боге ведают. А они почему-то не сказали. Вот ты, Велес, знал, что зима будет крутая. И он с обидой глянул на Бога. Ну, я-то знал. Сознался тот. Но как-то не подумал, что предупредить надо людей. Да и как предупредить? С неба вещать. Очень редко так делается. И Велес замолчал. А парень глядел на него и думал. Только расстроил Бога. Видать, о чем не сказывают, о том не допытываются. Бабка вооружила, да надвое положила. Либо дождь, либо снег, либо будет, либо нет. Помолчали еще оба. Потом Велес задумчиво сказал, обращаясь больше к себе, чем к парню. Это дело нужно хорошенько обдумать. Чем и займусь я завтра. Ну, а ты погляд, сейчас быстро домой. Парень тотчас послушался, а когда глаза открыл, то оказалось, что он стоит у сугроба, на краю прорытой им в снегу норы. А рядом здоровенная поленница березовых дров еще покачивается, у пояса веку ропатки болтаются, видать дядьки вешал подарок. Поморгал, привыкая, проверил, тут ли кесет и полез в свою избу. Ну, а дальше было все так, как обещал мудрый Велес. И снег за одну ночь хорошо убыло, и зелье настоялось знатно, от одного глотка, которого самые недужные поднимались. Дровами обогрелись, скотинку обогрелись, скотинку подкормили. К весне остатки снега растаяли, сухое дерево вновь зазеленело и зацвело дивными цветами, а деревня зажила своей жизнью. Но Велес не забыл свое обещание, и вскоре совет богов стал решать, можно ли открыть людям хотя бы малую часть тайного умения. Спасибо. 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 Ну что ж, мои дорогие, надеюсь, что вы также очарованы сказками Ольги Баяновой и вы также верите в то, что будущее, которое известно только богам, может быть, известно и нам, людям, если, конечно, мы всё сделаем правильно. Я благодарю вас за нашу встречу. Очень рада была вас видеть. К сожалению, формат нашей встречи не предполагал диалога такого большого. Я надеюсь, что встретимся на других вебинарах, в которых мы сможем больше общаться. И я подумаю о том, как мы вновь можем возобновить наши встречи, гадалов и выражей, о которых, в общем-то, столько тёплых воспоминаний наверняка у всех осталось. Благодарю вас за встречу. Хорошего вам остатка воскресного вечера. Всего вам доброго, мои дорогие. Да, я хотела передать вам своё восхищение этой книгой. Надеюсь, у меня получилось. Не хочется расставаться, но надо. Всего вам доброго, мои дорогие. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова 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 А.Егорова